Седьмое. На седьмые сутки в животе почти не было болей под попком. Самочувствие улучшилось. Он решил утром не делать клизму, а отложить ее на вечер и увеличить дозу соли и йода. Что касается голода, то он решил его продолжать далее, даже уехав в очередную командировку, при этом захватив с собой и кружку эсмарха. Процедуру клизмения Петрович отложил на вечер. Около шести вечера он решил ее проделать с увеличенным количеством поваренной соли и раствора люголя. На два литра воды он внес четыре столовые ложки соли и тридцать капель раствора люголя. Все это он залил в грелку через лейку магнитотрон. Промыл конец резиновой трубки и смазал мыльной пеной, чтобы легко входила трубка в анус. Никаким маслом смазывать не рекомендуется по той причине, что это может оказать питание через прямую кишку, что на голоде недопустимо. Повесив грелку на высоту полтора метра, конец шланги перегнул, чтобы вода не выливалась и стал на колени. Нагнувшись, он стал водить правой рукой конец трубки в анус, продолжая ее переживать левой. При этом он повторял. Господи, прости меня грешного. Очисти и исцели делами своими, помыслами. Стараюсь тебе служить, ибо не я живу, а ты живешь через меня. Вразуми меня, очисть и исцели. Дай мне терпение и силу разумения. Прошу тебя, Господи. Вода вошла без затруднений. Петрович лишь почувствовал небольшое распирание в правом боку. Далее начались тянущие боли с области печени и начался выход воды обратно. Вначале она была чистой, а затем пошла муть, слизь наподобие тимы и холодца с включениями разного рода. Все прошло более-менее нормально. За первой клизмой пошла вторая. Ее Петрович решил усилить. На два литра воды он внес шесть ложек поваренной соли и пятьдесят капель раствора люголя. Наливая рассол через магнитотрон в клизму, Петрович про себя произносил. Забью снаряд я в пушку туго и угощу-ка друга. Под другом он подразумевал грибницу у себя в животе. Клизма влилась как и положено. Началось небольшое распирание и пошли тянущие сильные боли в районе печени и правого бока. Бросило в жар. Видимо от солевого раствора. От всего этого стало в организме слабо и очень неприятно. Казалось, солевой раствор все там парализовал. Перистальтика остановилась. Сильные тянущие боли в животе напоминали вытаскивание кишок. Петрович обессиленный сел на унитаз и хотел лишь одного. Чтобы то, что он влил повыстрее, из него вышло вон. Оно как назло не желало выходить. Лишь минут через пять начался самопроизвольный выход в виде небольшого потока. Затем вода пошла веселее. Да, эта солевая, а вернее рассольная клизма захватила множество шлаков и патологию. Вышло множество мути, тины, часть разрушенной грибницы, а также немного черной застарелой желчи. Все это издавало крайне неприятный гнилостный запах. Петрович вспомнил свои первые 7-10 дневные голодания, которые он проводил по рекомендациям Брега и про себя произнес. Поль, а вот с клизмами ты не прав. Нужны они, голубушки, ой, как нужны. Далее ему почему-то подумалось, что не прав Брег и с тем, что во время 17-дневного голодания из него вышла ртуть аж целых пол чашки. Петрович, видя свои выбросы, подумал, что это не ртуть вышла, а сработала на очищении печени и выбросила из себя приличную порцию старой желчи. По внешнему виду она напоминала ртуть, черная, маслянистая, отчего она блестит, подобно ртути. И имеет примерно такую же консистенцию, ляпается тяжелым липким блином с отвратительным запахом. Таким образом, у Брега это было очищение печени, избавление ее от токсического и патогенного балласта. Только это условие позволило организму заработать в совершенно новом режиме. Оследование правильному питанию, активный двигательный режим и позитивный мысленный настрой стали быстро оказывать возрождающие, омолаживающие действия на организм юного Брега. Что ни говори о царице старшей печени, во многом зависит здоровье человека. Петрович еще долго сидел на унитазе с болями в животе и выбрасывал из себя следствие грехов, допущенных им в питании, в больном обращении с продуктами, потакании своими привычками и вкусами. Да, именно отсюда все шло о шлаке, токсины и паразиты лишь вследствие ущербного мышления, его неграмотности и неосведомленности. Теперь за все это приходилось расплачиваться болями, неудобствами, тратой времени. Наконец все закончилось. Кишечник освободился и слабо ныл. Сил было мало и Петрович поплелся в зал на диван, где его семья весело жуя смотрела разную дребедень, очередную пустышку в фильм. Восьмой. Настал восьмой день голода. Вечером надо было уезжать в командировку в Германию. При этом он хотел захватить с собой три большущие сумки, набитые товарами для фирмы. Две из них весили по 40 кг, а одна 50. Петрович их взял с одним условием, что их не надо было переносить, а только перегружать с машины в автобус и обратно. Ему предстояло ехать на автобусе трое суток до Ганнавера. Он еще не знал, что значит сидя провести трое суток. В отдельный пакет он положил грелку со шлангом и другие необходимые в дорогу вещи. Взял двухлитровую бутылку минеральной воды. Сам поехал на автомашине 120 км до Ростова. Оттуда в 10 вечера шел проходящий автобус в Германию. Сумки-чувалы были положены на месте прибытия автобуса и осталось немного подождать. Апрельский вечер был теплым, приятным и хорошо ждалось на улице, однако автобуса все не было. После 11 вечера стало резко холодать и Петрович вошел в комнатку на вокзале, которая не отапливалась. Время перешло за 12 ночи, стал оклонить в сон. Лишь около часа ночи пришел автобус и стал на противоположной стороне вокзала. Сонному, ослабевшему Петровичу пришлось тянуть эти сумки круголя. От подобной переноски запросто могла вылезти грыжа, защемить спину и прочее. Поэтому прежде чем тащить сумку, Петрович делал вдох, представлял себя сильным, энергичным, правильно ставил спину, позвоночник прямой и без рывков напрягался, чтобы уменьшить давление брюшной полости. В конце концов с остановками, отдыхами все было благополучно погружено в автобус. Примерно в полвторого ночи началось его путешествие в Германию. Несмотря на то, что автобус был комфортабельный, Петрович заснул не сразу. Сбоку на кресле ехал мужчина, явно питавшийся неправильно. Во сне он постоянно попукивал. И несмотря на вентиляцию, в салоне был специфический запах от набившихся тел. Потихонечку усталость взяла свое и Петрович заснул. Проснулся он уже в Воронеже, было утро. Он сходил в туалет, умылся, привел себя в порядок и купил полуторалитровую бутылку минеральной воды. Пока все пассажиры завтракали, он решил немножко размяться на свежем воздухе. Тем более, что от неудобного положения головы было неудобно в шее. Петрович поделал разные вращательные движения, чтобы наладить циркуляцию энергии в организме, а потом стал циркуляторно дышать, прохаживаясь по скверику взад-вперед. Это наполнило организм энергией, стряхнуло слабость и расслабленность от голода. Петрович уже знал, что если не делать подобного, не заставлять организм двигаться, не накачивать его энергией, тоскливое, расслабленное состояние голода возьмет верх и сознание уступит, попросит под любым предлогом начать выход. А это было слишком рано. Сытые пассажиры сели в автобус и поездка возобновилась. Самочувствие у Петровича было нормально и можно было ехать. Единственное неудобство, которое нарастало с каждыми сутками, это то, что постоянное сидение утомило сидящие части и они начали болеть через 15 минут. Поэтому постоянно приходилось менять положение, вертеться как блин разными боками. От Воронежа до Минска дорога была отвратительна. Автобус плюлся 60 километров в час. Это был девятый день голода. В организме на полный ход запустилась программа очищения. Во рту было множество слизи. Из десен выходил гной. Сплювалась кроваво-гнойная слюна. В ногах была слабость, а в остальном все нормально. Петрович полоскал рот, попивал воду. В общей сложности этих двух бутылок ему хватило на все трое суток поездки. Девятое. Примерно в полвторого ночи автобус остановился. Как оказалось, предстояла пересадка в другой автобус, а этот отправлялся назад в Москву. Вновь надо было среди ночи, сонному, тягать тяжелейшие сумки. Петрович дотащил и втащил их в автобус, но поднять на полку не смог. В этом ему неохотно помог водитель и указал занять место вверху. Автобус был двухэтажный. В верхнем салоне все спали или сонно шевелились. Свободное место было со спящей крупной женщиной. Петрович ее разбудил. Ей было хорошо одной на двух местах, и она неохотно стала тесниться, говоря Петровичу, что он здесь не поместится и тому подобное. Петрович спокойно начал отвечать, и тут женщина сказала, какая вонь, носки что ли воняют? Имея в виду то, что Петрович то ли атмосферу в автобусе испортил. Петрович сразу понял, что это вонь из его рта и стал поменьше говорить, отдаляясь от собеседника. Он знал, так и должно быть. Трое суток без промывки шлаки идут в основном верхним путем, то есть через рот. А вообще на голоде выход вонючих аммиачных соединений и другого дерьма из тела через кожу увеличивается в тысячу раз. Вот отсюда и идет особая вонь от голодающего человека. Эта же вонь указывает и на то, насколько его организм пропитан вредными веществами, которые подавляют в нем жизнедеятельность. Зато, как только организм с помощью голода освобождается от этого, сразу чувствуется небывалый прилив сил, невесомость тела, неутомимость, идеальное функционирование всех систем организма. Вот такое чудо возрождения, омоложение дарит достаточно длительный и правильно проведенный голод. Наконец все успокоилось и поездка возобновилась. В эту ночь Петровичу приснился сон, будто он сходил в туалет, посмотрел, что из него вышло. Была большая куча дерьма в виде плавленого пластилина. Вдруг из этой кучи повылазили вверх крупные листы аскориды. Потом картина изменилась. Была куча дерьма, по которому лазили мыши, а кошка их ловила. Петрович взял откуда-то взявшуюся лопату и начал ковыряться в дерьме. Из глубины он выворотил гнездо крыс. Крысы были крупные и сидели рядом, тараща глаза. Петрович стал их рубить лопатой. Когда он перерубил последнюю, самую крупную, раздался какой-то звук, вопль, который означал, что с чем-то покончено. Подобный сон означал, что произошло уничтожение какой-то тонкоматериальной патологии в организме. Вот по таким примерно знаком можно судить, насколько человек поражен разного рода нечистью, полевыми паразитами. Важно не только избавиться от внутренней грязи, сколько от подобных подселенцев. На Брестской границе, помимо того, что прождали около четырех часов, был новый досмотр. Пришлось все выгрузить, затащить по лестнице в таможню, вынести и загрузить в автобус. Петрович с этим справился сам. Кроме подъема сумок наверх и помог донести чемоданы бабушкам. Приговаривая при этом, вот бы сумки мои были бы такими. Прохождение границы всегда нервное занятие. Тем более, что Петрович вез избыток товара. Когда автобус подъезжал к таможне, он вспомнил эпизод. Когда он получал свидетельство предпринимателя, то познакомился с женщиной, которая его выдаст. Он сделал ей небольшой подарок, мило поговорил, одним словом расположил человека к себе. Через несколько дней надо было забирать свидетельство. Приемной была большая очередь вновь испеченных предпринимателей. Толкаться и стоять не хотелось. Петрович сел на скамейку и мысленно стал вызывать эту женщину. Елена Анатольевна, помните обо мне. Елена Анатольевна, вспомните обо мне. Примерно минуту через полторы она вышла и стала искать Петровича глазами. Он сам откликнулся. Я здесь. Его провели без всякой очереди. Имея перегруз, Петрович и на таможне решил действовать так. Но обратился он к Богу. Боже, сделай так, чтобы все прошло гладко. Помоги мне. Не для себя стараясь. Помоги Господи. Он проходил контроль самым последним. Осталась одна женщина-контролер, которая просто собрала последние декларации, ни на что не глядя. Петрович мысленно поблагодарил Господа и поехал по дорогам Польши в Германию. Кстати, а вез я вот эти вот две сумки по 40 и одну по 50 килограмм, это были книги, которые попросили привезти в Германию. Десятое. Польский пейзаж, стоящие двух- и трехэтажные домики, ровная дорога, аисты на гнездах приятно отличалась от российских. А вскоре была сделана остановка на еду. Все пассажиры дружно побежали есть. Петрович остался один. Дорожный ресторан был живописно расположен посреди леса. Весна в Европе наступает несколько раньше и на деревьях были большие почки, а на некоторых уже и маленькие листочки. Шло мощное сокодвижение. Деревья пробуждались и были полны силы возрождения. Чувствительный организм это хорошо чувствует. Петрович немного прогулялся по площадке, а затем решил подзарядиться от деревьев. Он оглянулся и выбрал наиболее красивое, понравившееся ему. Это была большая береза. Петрович подошел к ней лицом, поставил ноги параллельно, чтобы энергия не рассеялась. Чуть присел в коленках, чтобы энергия проходила без помех, округло. Положил руки на ствол и расслабился, отключился от всего. Он отключился от всего для того, чтобы услышать и почувствовать березу. Он стал вдыхать запах коры, который пах, как волосы желанной женщины. Такой родной, желанный и умиротворяющий запах. Когда он почувствовал себя единым с березой образованием, это указывало на то, что дерево приняло его. Он стал мысленно разговаривать с ним. «Береза, береза, ты очень красивое дерево. Я люблю тебя. Мне с тобой очень хорошо. Березонька, возьми мою слабость, нездоровье себе на пропитание. Ведь деревья могут использовать, перерабатывать плохую энергию себе на пользу. А мне дай свою силу здоровья». Так нежно и ласково общался Петрович с деревом, вступая во все больший контакт с ним. Дополнительно он представил, что ноги его пустили в землю корни, и он сам стал напоминать дерево. Постепенно он почувствовал, что включился в общий энергопоток. В кистях рук и далее к локтям стали ощущаться мелкие вибрации, своеобразное гудение. Энергия начала проходить сквозь его организм. Петрович еще больше отключился от всего, укоренился ногами в землю и стал медленно и плавно дышать. На плавном вдохе он мысленно тянул энергию из укоренившихся ног в тело, голову. На выдохе представлял, как слабость и болезнетворные вещества, энергии через руки уходят в ствол березы. Это спокойное, удлиненное дыхание, запах березы, как волосы дорогой любимой женщины, внутренняя умиротворенность, природные звуки смешанного леса в тихую погоду, беззаботное пение пташек – все это вело его в неописуемое состояние природного единения, слияния. Закончил подобную медитацию Петрович обновленным человеком. Во-первых, прибавилась сила, ум стал более ясным, настроение возвышенным. А под ногами он неожиданно нашел польский значок, на котором было написано «Дни леса». «Ну вот и покушал я», – подумал Петрович. В это время из ресторана стали выходить отягощенные экспресс-пищей пассажиры. Перегруженные, умершленные, рафинированные и искусственной пищей они лениво двигались. Выйдя на свежий воздух, они сразу же закурили. «Насколько вы все оторвались от матушки природы, извратились, откуда же у вас будет здоровье, не говоря уже о другом, более высоком и духовном? Вроде все мы люди, да сознание у нас разное», – подумал Петрович. Последняя ночь и оставшееся время в автобусе дались наиболее тяжело. Все седалищные органы так воспалились, что требовали постоянной смены положения. «Больше на такие поездки никогда не соглашусь», – думал про себя Петрович. Многие из пассажиров высказывались в подобном роде. Одиннадцатая. Наконец-то прибыли на место, в Ганнавер. Здесь Петровича встретил партнер и привез в Бремен. Чистенькой немецкой гостиницей Петрович сделал двойную чистительную клизму. Первая с двумя ложками соли, а вторая с четырьмя. Вышло много дряни. Были и боли в животе. После этого он встал под душ. Струи теплой воды вдарили в лицо, по голове и по плечам. Невольно Петрович стал благодарить воду, мысленно произнося, «Мать свята водица! Смоешь с меня всю дряни болезни, дай мне силу и здоровье, а очисть от греха». Струи теплой воды буквально оживляли уставшие за поездку тела, вызывая приятное блаженство. Поставив так некоторое время, Петрович включил прохладную воду. Эта вода дала заряд бодрости. Так он стоял, наслаждаясь поочередно теплой и прохладной водой. А в это время прямо под душем продолжали выходить остатки клизмы. Петрович приседал и выпускал очередную порцию грязи. Организм продолжал вести интенсивную расшлаковку. Так и должно было быть. После окончания процедуры он прилег, чтобы отдохнуть. Прикрыл глаза руками и на внутреннем экране, это то, что предстает перед закрытыми глазами, увидел очень красивую картину. Яркое, чистейшего голубого цвета свечение. Это напомнило голубое солнце, от которого шел чистейший голубой цвет, постепенно затухая. Зрелище было очень красивым. Это явление указывало на то, что очистилась и заработала на полную мощь. Чакра расположена в области лба. Аджна-чакра. Это был хороший знак. В этот день Петрович имел две деловые беседы. Наконец все кончилось. Около двенадцати ночи он принял горячий расслабляющий душ и лег в постель. Укрылся одеялом, прочитал про себя отче наш и не заметил, как заснул. Наступил спокойный, восстанавливающий жизненные силы сон. Двенадцатое. Настали двенадцатые сутки голода. Петрович проснулся рано, сделал клизму с четырьмя ложками соли и десятью каплями раствора люголя. Клизма вливалась плохо. Чувствовалось раздражение на входе от солевого раствора. Это вызвало позывы на выброс. Пришлось ограничиться только одной и сделать ее в два приема. Петрович сделал для себя вывод. Не надо злоупотреблять большими дозами соли. Одна-две на два литра воды вполне достаточно. Три-пять использовать изредка и после них отдыхать два-три дня. Далее начинать с обычной дозы. Две столовые ложки на два литра воды. Пришел компаньон и они сделали пробежку. Вначале бежалось тяжело, но потом организм подзарядился и бег пошел нормально. Далее пошли трудовые дни. Надо было и дело делать. Вторая половина дня прошла в поездках и переговорах. Хотя внешний вид Петровича был изможденный, чувствовал он себя хорошо. Все встречи прошли весьма удачно. Петрович умел убеждать собеседника, не навязывая ему свое мнение, а рассказывая о положительных и отрицательных сторонах рекомендуемого им продукта. То есть я рассказывал о книгах. Выбор всегда оставался за клиентом. Только по возвращении домой он почувствовал в животе сосущее чувство голода. Он уже был с этим знаком ранее. Это не истинное чувство голода, а действие отмирающей патологии через его сознание. На последнем издыхании она давала сигнал, чтобы человек начал есть, выходить из голода и тем самым подкормил ее, оставил в живых. Подобное чувство нужно отличать от истинного голода, крепиться и продолжать голодать. В некоторых случаях достаточно перетерпеть от двух до пяти часов, что Петрович и сделал. Тринадцатая. Проснувшись, Петрович первым делом поблагодарил Господа за любовь к нему, дал установку в сознании на положительный лад, сказал, что любит самого себя, каждую клеточку тела и внутренне себе улыбнулся. Внутренняя улыбка чисто физиологически вызвала в теле отклик какой-то особой радости. Немного полежав в постели, Петрович приступил к гигиеническим процедурам. Во рту еще скапливалась слизь, но кровоточивость десен уже исчезла. Гноя из лунных зубов почти не выделялась. Язык порозовел, но был покрыт толстым беловатым налетом. Вообще во рту уже не так сохло, и намного улучшились неприятные ощущения, вызываемые отторжением всевозможной гнили токсинов. Петрович подумал и решил сделать одну солевую клизму с двумя ложками поваренной соли, чтобы помочь организму в расшлаковке. Первый же выброс подтвердил его правоту. Произошло отторжение патологии. Вышел гнилой шмот серого цвета, а по краям его были кровавые прожилки. В целом это напоминало присоску, которая крепилась на стенки кишки и сосала кровь из ее стенки, потребляя все наиболее ценное из пищи, поступавшей в кишку. Далее вышло достаточное количество мути, похожей на маленькие кусочки тины, старой желчи и другой дряни. В целом организм Петровича уже вошел в голод и начал целительную работу. Лицо приобрело нормальный вид, самочувствие было нормальным, голова ясная. Петрович продолжал обдумывать идею быстрого оздоровления и лечения организма, совершенствования сознания с помощью голода. Все великие святые, пророки, основатели религий голодали, рассуждал он. Вроде все понятно, но что заставляло их выдерживать длительный голод, не сбиваться? Рассуждая о подобном духе, Петрович пришел к выводу, что эти люди были цельными личностями. Это означает, что у них была большая решимость, сила воли, которые подавляли в сознании посторонние голоса. Посторонние голоса – это разного рода привычки, желания, чувства и прочие избивающие факторы, уговоры, которые вопят или шепчут, диктуя сознание человека, как ему поступать. Цельной личности с этим наведен порядок. В сознании нет разрыхляющих его паразитов. Никто не шепчет в нем, не просит, а тем более не вопит, требует указывать, что надо делать сознанию, а вместе с ним и всему организму в угоду этим пьявкам. Их там просто нет. А если есть, то они не имеют решающего голоса. Вот за счет этого сознание человека делается цельным, единым и очень сильным. Теперь, направляемое разумом, оно тянет за собой тело и может решать любую поставленную задачу. Наконец-то Петровичу дошло, что только с цельным сознанием, очищенным от дурных черт характера, ложных чувств, привычек, условностей, человек может голодать длительные сроки и исцеляться быстро и навсегда. Теперь, когда открылась эта проста истина, предстояло во время голода делать лишь одно – оставаться цельным и в корне подавлять любое инакомыслие. Действительно, голод начал целительную работу в организме, создал необходимые условия для отторжения патологии. Она уже начала выходить. Одновременно с этим идет и восстановление организма. Далее, когда силы организма выведут патологию, они в основном будут направлены на возрождение и омоложение организма. Бросить все это в угоду какому-то желанию, фальшивой мыслишке или чувству было бы верхом невежества. Тем более, что пройдена самая тяжелая часть голода. Организм вошел в ритм голода и даже внешние изменения в теле минимальны. Более того, тело начинает выглядеть лучше, появляется румянец и непередаваемое состояние легкости. Поняв все это, Петрович задал себе такой вопрос. До 40 суток осталось каких-то 27 дней. И ты будешь совершенно здоров. Получишь, наконец, то, что хочешь и ждешь так долго. Эти 27 дней проскакивают в обычной жизни, как морганье глаз. Так неужели ты их не потерпишь, не выдержишь? Опять тебе свалят гнилые мыслишки уговорять внутренние паразиты, чтобы остаться в живых и есть тебя дальше. Что ты выбираешь? Цельность личности и здоровья? Либо тобой будут продолжать командовать твои чувства, желания и жрать паразиты. Ты уже достаточно созрел, многое понял. Теперь это надо воплотить в жизнь, сжать волю в кулак и протерпеть любыми средствами эти 27 дней. Они кончатся 10 мая. Это будет твоя большая победа. Все остальное отпадет от тебя, как шелуха. И ты станешь в один ряд с истинными человеками. Петрович понял и следующий факт, что не так тяжело само голодание. На данном этапе будет тяжела та внутренняя битва с умственной мразью, энергетической патологией, которая, как змеи, крысы, коты, собаки, подобие людей и прочая нечисть, будут лезть из всех уголков щелей и закоулков твоего собственного сознания. Внутренний голос Петровича говорил, неужели ты ее не одолеешь и будешь находиться в рабстве у этой нечисти? Соберись и дай решительный бой. Петровичу стал теперь ясен смысл слова «пост». Это французское слово, ничего общего не имеющее с русским словом «постная пища». Занять пост или стоять на посту имело два различных значения. Занять пост означало, что человек сам себя возвысил. В случае голодания он пошел на этот поступок сознательно, чем возвысил себя в своих собственных глазах. Стал заниматься благородным делом по самоздоровлению и самосовершенствованию самого себя. Стоять на посту означало, кого-то нужно пропускать в охраняемый объект, а кому-то вход в этот объект преграждать не пускать. В случае голодания охраняемым объектом являлось сознание. Всем благим, волевым мыслям можно входить в него. Зато всему негативу, который делает сознание шатким, неустойчивым, тянет в болото нездоровья, ненужных наслаждений и прочего, вход строго запрещен. Именно этот запрет во время голода осуществляет разум человека. Таким образом, выражение «стать на пост» для голода означало одно – самому себя возвысить и искоренять из своего сознания весь негатив, становиться цельной личностью. Только цельность сознания гарантировала здоровье, независимость и духовный прогресс. Вот так у Петровича возникло важное духовное прозрение. В конце таких рассуждений Петрович для себя и даже записал на бумаге такую установку. Во что бы то ни стало отголодать оставшиеся 27 дней и полностью избавиться от всех проблем со здоровьем, стать совершенно иной личностью. Более того, внушить в себе, проникнуться этим до самой последней клеточки своего тела, что за это время в организме обязаны произойти целительные омолаживающие перемены. После такого умственного настроя осталось одно – воплотить задуманное в жизнь. Задача была поставлена и теперь оставалось разумное воплощение ее в жизнь. Во-первых, надо было разумно помогать своему организму снижать бремя расшлаковки. Это будет облегчать процесс голодания. Для этого подойдут очистительные клизмы, прием водных процедур, питьевой режим, применение магнитотрона, маленькой пластмассовой леечки, в горлышко которой военные магниты для активации воды. Во-вторых, надо было снабжать его достаточным количеством энергии. Это в основном достигается прогулками, занятиями на свежем воздухе, водными процедурами, особыми осознанными дыхательными упражнениями. И в-третьих, надо в корне душить весь негатив сознания. Ни в коем случае не дать ему возможность завоевать командные рычаги и дать команду на прекращение голода. Вот такую троякую задачу предстояло Петровичу ежедневно решать. Зато впереди его ждала великая награда. Зашел товарищ по работе, и они вместе вышли на пробежку. В этот день бегалось легче, чем раньше. Солнечная погода, большая редкость для Бремена, настраивала на возвышенный лад. Неожиданно Петровичу захотелось во время бега тянуть энергию через ноги из земли в голову, а потом сверху через макушку головы в ноги. Делал это он так. На выходе руки были опущены вниз, ладони вверх. Когда начинался вдох, то он приподнимал руки ладонями вверх, одновременно представляя, что энергия через ноги проходит в голову. Вдох заканчивался, и движение руками также заканчивалось. Примерно на уровне плеч. Далее следовал быстрый выдох, а руки не опускались. Затем ладони рук поворачивались к земле, и начинался несколько затяжной вдох, чуть дольше среднего. Во время вдоха руки шли ладонями к земле, и умственно представлялось, что струя энергии идет через макушку головы, через все тело, в ноги. Петрович вошел в ритм, выполняя это упражнение, и действительно почувствовал мощное энергетическое движение вверх-вниз, сообразное своим представлением и движением рук. Эти потоки энергии чистили его организм, освежали. Сделав около 20 таких вдохов, Петрович почувствовал достаточность и продолжил бежать как обычно. Подобные спонтанные действия, осуществляющиеся чисто на интуитивном уровне, говорят о подключении человека к пространству, которое мягко рекомендует ему наилучший вариант действий в данной конкретной ситуации. Вот так осуществляется интуиция, интуитивное прозрение, получение необходимых знаний, умений, одним словом, слияние с единым, целым, от которого все произошло и им поддерживается. Все это можно осуществлять только с цельной личностью, очищенной от патологических мыслей, чувств и желаний, которые являются помехами и забивают интуитивный сигнал. И чем развращеннее, распущеннее наши мысли, тем громче их командный голос в сознании человека, тем слабее, искаженнее сигнал интуиции, а то и вовсе не может пробиться. Именно по этой причине так мало сейчас людей, обладающих даром интуиции. Работа с голодом позволяет открыть этот канал. Именно по этой причине отголодавшие люди, свежи в мышлении, выдают массу свежих оригинальных идей. Это одно из чудес голодания, благотворного его влияния на психические возможности человека. В литературе приводится немало данных, рассказывающих, что в древности, чтобы понять истины, посвящение устройства мира. Учителя заставляли учеников голодать до 40 дней. Только после такой подготовки они могли воспринимать даваемое им знание и интуитивно постичь его частности, области распространения, возможности использовать его себе на благо. Вот такой процесс стал происходить в сознании и у Петровича. Так началась истинная духовная работа, процесс получения знания напрямую, а не через книги. Это самое ценное обучение из всех существующих. 14. Утром Петрович сделал двойную клизму. Каждая с двумя столовыми ложками соли. Грязи особо не было, но после первой клизмы вышло несколько черных крупинок. Они напоминали кусочки сажи. Петрович одну из них растер между пальцами. Она была жирная, эластичная и представляла собой старую спрессованную желчь. «Где эти залежи могут быть?» – подумал Петрович. Когда вливалась вода в толстый кишечник, Петрович молился. «Мать святоводица, очисть мои внутренности, мое тело, смой все мои грехи. Очисть и исцели меня, чтобы я мог выполнить Божье дело». Вторая клизма вымыла в основном желчь и немного мелкой слизи, похожей на кусочки тины. Больше ничего не было. Толстый кишечник во многом разгрузился. Во рту также было меньше слизи, почти не было гноя и не такие противные ощущения, как раньше. Организм за это время успел значительно разгрузиться. Теперь настала очередь целительной работы со скрытыми очагами болезни. Эту работу он почувствовал еще вчера вечером. Немного заболело сердце, потом прошло. Появились болезненные ощущения в правом легком, тоже прошли. Неожиданно сильно заболело под правой лопаткой, будто туда чем-то ткнули и оставили. Потом отпустило. На сегодня утром сверлящая, нующая боль появилась там вновь. Но была она не такая резкая и сильная, как вчера. Уже вчера вечером у Петровича появился румянец на щеках, что указывало на начало обновляющей работы в организме. Ночью была эрекция. А вот что касается сна, то спалось хуже. Несколько раз просыпался за ночь. Возможно, теперь меньше надо времени для сна. От трех до четырех часов. Это предстояло выяснить в ближайшем будущем. В целом самочувствие было обычным. Вчера Петрович услышал несколько рассказов о том, как лечат в Германии. Женщина с 46 лет рассказала, что ее в течение 20 лет лечили от вяло выраженной шизофрении. Она лежала в больнице несколько раз. Постоянно пила таблетки. В конце концов, она обратилась к известному специалисту по естественному оздоровлению организма. Он ее внимательно выслушал, задал несколько вопросов, чтобы установить первопричину и сказал ей следующее. Вы нормальный человек, но у вас в характере есть сильно выражена черта четкого и обязательного выполнения порученного дела. Если дел наваливается слишком много, например, купорка продукта осенью, и вы устаете, боитесь сделать ошибку, то в сознании возникает сбой. Вы паникуете, что не успеете, или допустите ошибку. Это внутреннее напряжение в сознании выжигает вашу жизненную энергию и наступает депрессия, апатия, обессиливание. Именно с таким диагнозом вы и поступаете в психическую клинику, где вас таблетками, уколами пытаются привести в нормальное состояние. Женщина рассказала, что после такого лечения она ходила как чумная. Прием таблеток для профилактики также сказывали с некой заторможенностью, недопониманием смысла разговора. Окружающие стали считать ее тихо помешанной. Ее не бросили лишь потому, что у нее было двое детей. Она потихоньку входила в нормальное русло жизни, но осенью, перед очередными интенсивными работами, она вновь впадала в депрессию. Это уже сказывалось в память неудач, боязнь интенсивной ответственной работы. Женщина заранее паниковала и скатывалась в депрессию заранее. Когда она осознала, что в дело в ее панике, боязни, дурной черте характера и стала смотреть на предстоящую работу иначе, выбросила одуряющие таблетки, то словно проснулась от тяжелого кошмара. Она стала все нормально понимать, радовалась жизни и не боялась никакой работы. Депрессия ушла и больше не возвращалась. Другая женщина, побывавшая у этого специалиста, рассказывала о следующем. Она обследовалась у немецких врачей, которые обнаружили тромбы в районе сердца и повышенное количество тромбоцитов в крови. Через бедренный кровеносный сосуд ей вставили проволочку, стенд, которую ввели так, что достигли сосуда в районе сердца и прошивнули эти тромбы. Далее ей предписывали принимать ряд лекарств, которые разжали кровь, уменьшали количество тромбоцитов и тому подобное. Женщина должна была регулярно посещать врача, который по анализам крови наблюдал ход лечения. Все это она должна была делать всю оставшуюся жизнь. Специалист спросил ее, а не болела ли она ангинами, как у нее с зубами и тому подобное. Все это в изобилии было у нее. В дополнении она рассказала, что постоянно высыпает герпес на губах. Далее он сказал, что у нее в крови грибково-бактериальная инфекция, которая влияет на кровь, что приводит к напряженному состоянию иммунитета и появлению в крови ненормального количества тромбоцитов и других составляющих крови. Он предложил ей пройти несколько курсов противопаразентрального лечения с помощью тройчатки и укрепить иммунитет. Женщина провела цикл очистительных процедур толстого кишечника с помощью клизм, четыре раза очистила печень и сразу почувствовала другое состояние своего здоровья, более легкое и радостное. Далее было предложено несколько изменить питание, применять сокотерапию. Применив тройчатку, женщина быстро выбила из крови микропаразитов, больше не появлялся герпес на губах, таблетки стали не нужны, что показали последующие анализы крови. Вот так воздействие на первопричину ведет к быстрому и качественному исцелению, противовес общепринятому медицинскому, привязывающему человека к врачу, больнице и аптеке на всю оставшуюся жизнь. Вот тебе и хваленая западная медицина, подумал Петрович. Только попади с к ней в лапы, залеча до смерти, преподнося подобное лечение надругательства, как заботу о вашем здоровье, принуждая через социальные инстанции и стращая разными осложнениями, если человек отказывается от их услуг. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.